Эм, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Нигма, продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить Кошмарную Башню. Итак, собственно, да, Кошмарная Башня, собственно, какой-то бой, Ужаса Кожное Лицо, Скарли, так, мы загружаем с вами предустановку Башни Ужаса Rebuild 3, вот она у нас, точнее, Башня Кошмаров, и здесь у нас вроде уже стоит всё, что нам нужно, то есть и зелёный, и, получается, Кольцо Синдул. Да, Кольцо Синдул, зелёная карточка, здесь у нас Лицо Бихани, и здесь у нас ещё одна зелёная карточка. Поехали! Сегодня мы, походу, должны с вами дойти, получается, до боссов, но вряд ли мы успеем пройти их с вами. Сможем их с вами пройти, то есть следующее видео будет, скорее всего, последним по Башне Кошмаров. Там мы будем добивать боссов. Я думаю, за 15-то попыток уже оставшихся нам хватит добить их. Ну, поехали. Кольцо нам сейчас бустит атаку неплохо, и мы сможем быстро разбираться с соперниками. О, нифига себе, теперь на обычных бойцах срабатывают щиты. Первый раз такое вижу за бой, на самом деле. Даже несмотря на те бонусы, которые даёт нам Кольцо Синдул, мы очень медленно будем добивать противников. Да. Ну, если, конечно, тут у всех будет срабатывать это пассивное умение. О, Кольцо... Ой, метка, точнее. Какое Кольцо? О, метка смерти, блин. Она успеет на меня наложить заморозку, к сожалению, для меня. А можно хотя бы на Скарлетт не будет срабатывать? Долбаная тошняга, как её называют. Это что за хрень? Вау, нифига себе, чё, чё это такое было сейчас? Твою мать, что это за хрень? Что это за твою мать, объясните мне? Эм, простите? Это новый вид бага какой-то или чё? Я просрал попытку просто из-за и времени, и времени бесконечность. Ну, ясно, понятно, короче. Какой-то новый вид бага. Я первый раз такое вижу. Твою мать! Охренеть! Окей. Эм, это было сейчас не очень. Это было отвратительно. Ну, ладно, поехали. Всратая попытка уже с самого первого матча, можно сказать. Офигеть. Это было сейчас крайне странно, я так вам скажу. Блин, я это даже, знаете, в группу, наверное, какую-то скину. Это было капец как странно сейчас. Я, я вообще не понял, что произошло. Почему у Скарлетт исчезла голова? Куда пропал мой скорпион? Это, это что вообще такое? Я первый раз такое вижу, серьезно. Я ни у кого такого не видел. Так, давайте мы добьем кожное лицо. О, щит не сработал, замечательно. Так что мы от него избавляемся. Затем юзаем первый спецприем. Убиваем, собственно, Сак-Зеро. Ну, или почти убиваем Сак-Зеро. Блин, если еще раз такой баг сработает, будет не круто. Так, я не хочу, чтобы еще один раз такой баг сработал. Поэтому, возможно, стоит взять себе этого. Отжечь сейчас. Знаете, я не буду рисковать. Потому что, мало ли, она сейчас использует первый спецприем, и этот баг повторится. Я не хочу, чтобы такое произошло. Поэтому я буду максимально играть за других персонажей. Чтобы такого бага снова не произошло. Потому что такой баг может повториться заново. Это было... Крайне странно сейчас. Я, конечно, да. Я посмотрел на этот баг, но еще раз на него смотреть я не хочу. Спасибо, не надо. Блин, ну это... Это было забавно, по крайней мере. Но, блин, всратая попытка из-за этого. Ну, ясно, понятно. Угнетение, глубокие раны, окей. Новые баги, новые фичи. Самое странное. Только у меня на канале. Самое невозможное. А ну, окей. Начало, конечно, такое, да. Поехали пока дальше. Главное, чтобы этот баг сейчас не повторялся каждый бой. Я надеюсь, что это не произойдет. Так, у нас угнетение есть. А угнетение, оно разве не... А, оно, видимо, сокращает прирост силы. Но при этом оно не... Дает негативных этих... Не дает смену случайно. Мне просто показалось на секунду, что будет сейчас случайная замена. Но нет. Так, добиваем, собственно, Сабыча с вами. Через первый спецприем. Изи вин. Это было сейчас крайне странно. Это... Это было мега странно. Так, 2300 монет. Окей. Ну, поехали. Следующий бой. Черный дракон Кано. Черный дракон Эрон Блэк. И черный дракон Кабал. Окей. Очень мерзкая команда. Потому что это фулл получается синергия между персами. Если я убью кого-то и одного из черного дракона, Кабал придет мне мстить через рентген атаку. Главное, чтобы он этим рентгеном не попал. Я надеюсь, я успею либо смениться, либо заблокировать его рентген. Так, усиленные враги и чистая бруталити. То есть, каждый из них, помимо Эрона, может провести бруталити. Ну, не каждый тогда получается уже, да? Я не успел. Я не успел из-за того, что Скорпион ударил несколько раз. Если сейчас Скорпион погибает, А он вряд ли погибает, Потому что у нас должно сработать еще... Бессмертие. Ну, я надеюсь, он хотя бы запрет смены не поставит на меня. Вроде нет. Быстро меняемся. Ага, сопротивление к глушению. Пошел второй спецприем от Кабала. Но у меня срабатывает тоже некоторый эффект. Давайте мы здесь используем второй спецприем, Чтобы немного глушануть нашего Эрона. Неплохой урон, кстати, влетает. В принципе. Да, хорошо, сейчас Эрон, скорее всего, отступит, да? У нас сработает эта фигня. Мы с вами быстро заменим Сенс Абзиро, Так как уже на обоих персах у нас сработало... Это... Нифига себе урона, кстати, нормально. Бессмертие, поэтому уже дальше... Да блин, ты задрал уже, ну серьезно просто. Ладно, хотя бы Бессмертие сработало, окей. Блин, я не успел, серьезно. Он меня оглушил сначала, а потом использовал рентген-атаку. То есть я не успел даже блок поставить сейчас. Окей, я вас понимаю... Я понимаю тебя, понимаю. У нас Скорпион-то жив хоть останется? Да, зацените. Все, давай, гуляй, Вася. Ну, это был сложный бой, скажем так. Очень мерзкая команда. Можно, пожалуйста, больше без Кабалов? Я очень вас прошу. Лучше уж джейд с командой ассасинов, чем с Кабалами драться. Потому что Кабала, это, конечно, отдельный вид мазохизма. Еще это оглушение, которое срабатывает постоянно. Перед тем, как они... Сменится он на Кабала и проведет рентген. Так, следующая попытка, погнали. Уже четыре попытки, мы уже четыре боя сыграли. И так быстро. Мне почему-то казалось, что мы три сыграли. Да, один мы всрали, но мне казалось, что я всего два боя перед этим сыграл. Но, видимо, нет. Блин, ну просто минус попытка, твою мать же, а! Ну, зато посмотрели на баг, в принципе. Только самая чистая наркомания. Поехали дальше, против нас Шао Кан. Надеюсь, у него не будет силы в начале матча. Не, нету, нифига. Используем здесь первый спецприем. Добиваем завоевателя. Нифига себе, я его даже не добил, по нему урон сейчас не прошел. Какое нафиг сопротивление оглушений? При этом все равно есть оглушение, это самое. Ух, слава богу, я ее сейчас пробил. Какое нафиг оглушение? Это, видимо, какой-то пассивный эффект в этой битве. Ой. Неприятно. Можно я первый сейчас ударю? Спасибо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, попался Саб-Зиро у меня, попался. Я сейчас могу и проиграть этот бой в таком случае. Так. Закидываем еще первый спецприем. На тебе, минус ноги Рейдену. Так как последний противник, можно провести было бруталити. Бедный Рейден Инжастис, как мне тебя жаль. Ну, бывает чё, бывает. Е-е, хорошо. Ну, знаете, уже бои выигрываются буквально практически еле-еле. Э-е, судя по... Тому, что нас чуть не убивают. И прикиньте, если бы было ограничение на... Достаточно всего одного, и мне нельзя было терять Саб-Зирыча, и я бы тогда проиграл сейчас. Так что да. Можно быть аккуратнее. А вампиры и воскрешение. Я вас понял. Обновляем попытки. Это у нас полностью отряд ударной группы. Но, кстати, если метка на кого-нибудь из них сработает, то никакого воскрешения не будет. Ну, в принципе, не так уж сложно, допустим, убить их и с воскрешением. Но с меткой, конечно, было бы попроще. Намного проще. Потому что чувства не будут часто достаточно меняться на Кесси Кейдж Панка и на Скорпиона. Конечно, Скорпа здесь хотелось бы убить мгновенно. Чтобы он точнее накопил на второй спецприем и не повесил на себя исцеление. Но здесь всего лишь враги кровопийцы, поэтому ничего страшного, я думаю. Хотя бы нету восстановления. Так, давай не выпендривайся, братан. Он воскреснет, да, сейчас? Он, по-моему, сначала воскреснет, а потом только его спасет Скорпион. Если я его убью еще раз. Да, вот сейчас его спасает Скорпион. Мы пробиваем с вами Скорпиона. Если мы убьем сейчас Скорпиона, то он больше не будет никого воскрешать в этом отряде. Так что надо постараться его сейчас заманшотать. Надеюсь, он не сменится. А, ну да, он же тоже воскресает. Я совсем забыл в этой теме. Ну, конечно, ты сменишься, братан. Как же без этого-то? Блин, как же больно-то все-таки бьют, а? Он еще раз может спасти Джонни Кейджа, но срабатывает метка, поэтому он не спасает второй раз его. Блин, вот сейчас не сработало. Блин, зараза, твою ж мать! О, слава богу, у меня хотя бы сработало бессмертие. Можно пробить блок, пожалуйста? Спасибо. Есть метка, отлично, красота вообще. Так, добиваем тогда, получается, панка. Не воскрешает его Скорпион ударной группой. Используем первый спецприем, чтобы не дать ему возможность сейчас контратаковать. И начинаем сами пресить Скорпиона. Отлично, пробой блока. Я, кстати, скопировал его эффект лечения. Видите, на мне тоже лечение активизировалось. Я мог сейчас просто отхилить ХП своему Скорпиону. Это именно кольцо Синду так работает. Прикольная тема, да? Оно именно копирует при смене либо меня, либо противника всякие вот эти положительные эффекты, которые находятся на противнике. И это очень сильно иногда помогает в битвах. Так, мы отправляемся с вами в следующий бой. Берсерки и вышибала. Берсерки это увеличенный набор силы? А нет, неблокируемый урон. Ну окей, погнали. Это уже седьмой бой у нас получается. Осталось еще примерно столько же, ну восемь. Осталось еще боев нам провести. Половину мы уже башни, может сказать, прошли. Блин, хорошо, что я заснял этот баг на видео. Ну поехали, разберемся дальше с Скорпионом ПА. Блин, он дает еще полторы шкалы силы всем. Это, конечно, неприятно. Плюс у него сопротивление к критам и смертельным ударам. Мы его долго бить будем. Но мы ему хотя бы сейчас залочили спецприемы. Нет, нифига мы не залочили ему. Я понял вас. Не сработало увечье. Вообще после этого удара почему-то сразу Перс стал атаковать. Так, ну я надеюсь, я его сейчас добью. Да, его добил, в принципе. Фух, слава богу, я прервал удар Люкана. О, халява! Ничего себе. Щит на халяву получили. Так, Люкана тоже долго будем бить из-за щита дебильного. Еще раз щит. Нормальная тема. Так, добиваем, собственно, Люкана. Притягиваем к себе Джейд, потому что ибо нефиг. А чего она первой решила использовать? Она же обычно не юзала первые спецприемы. Давай еще раз. Пока у меня щит работает. Костяной. Пусть она меня бьет. Отлично. Повезло с костяным щитом. Мог не сработать, и она могла меня даже заваншотать первым спецприемом, ибо он может очень много урона вливать. Ну, хотя, с другой стороны, у меня там тоже щиты всякие. Бла-бла-бла. Воскрешение там с помощью Саб-Зиро и так далее. Но было бы неприятно, если бы с Джейд пришлось драться за Саба и за Джейд. О, ну, Псайбот, здорово, давно тебя не видел. Бруталити, как я понимаю, на всех трех персонажах. И получается усталость. Это уменьшенный заряд силы, да? Как я понимаю. А, нет, урон. Блин, урон воинов из преисподней. У нас Скорпион же является воином из преисподней. Ну, получается, Скорпион и Джейд будут слабо дамажить. Единственная надежда на Саба. Если что-то пойдет не так. Но я надеюсь, Скорпус все равно будет нормально урона вливать. Потому что все-таки он копирует снарягу противника. А именно бонусы к атаке от снаряги. Так что я надеюсь, что он все-таки будет, так сказать, самым главным звеном для победы у нас в отряде. Чистая бруталити, уменьшение урона. Понял, принял. Да, даже если, несмотря на то, что стоит уменьшение урона, видимо, не является Скорпионом в первую очередь приоритетно... Так, блокируемся. Не является Скорпионом приоритетно мастером единоборств. Я, кстати, скопировал у него скорость. Я даже не заметил, почему я так быстро бить стал в начале. Так, теперь Рейден МК-11. Хорошо. Он, по-моему, дает сопротивление оглушения всему отряду, если я не ошибаюсь. Домой. Но с кольцом гораздо пободрее стали эти бэй. Да, замечаете. Ибо очень много урона мы вносим, даже, по сути, не имея снаряги практически из этой башни. Вот одна зеленая карточка там. О, для гора карточка. Плюс восстановление здоровья. Окей. Или это стойкость дает. Я уже не помню, что эта карточка дает. Следующий противник. Смотрим. Ну, давай, давай. Команда Дня Мертвых. Неблокируемые спецприемы в ярости. Это не повышенное накопление силы, случайно? Сейчас я посмотрю. Ну, нажимай себе кнопочка. Чего она не нажимается? Наконец-то. Да, восстанавливать силы гораздо быстрее. Окей. Это будет... Это одно из моих самых нелюбимых ограничений на боях между боссами. Потому что они могут так даже на рентген накопить. Да и причем, та же День Мертвых Джейд может использовать второй спецприем чуть ли не в самом начале, когда сменится на нее персонаж. А второй спецприем, он вешает на нее щит, который блокирует все входящие атаки и мне и отражает урон. Это очень неприятная особенность этого персонажа, как Джейд. Ну, окей. И еще я не могу блокировать ее спецприемы. То есть, опять же, мне нужно рашить прям. Быстро очень добивать Эрона и затем сразу же надеяться, что выйдет Джейд. Потому что если выйдет Китана, мы в заднице. Мы в заднице. Блокировать не имеет никакого смысла, как мы поняли. На меня еще и ослабление повесили. Блин, я зря использовал. Я просто надеялся, что он сейчас пробьет ее блок. А он не пробил. Видите, у нее уже второй спецприем, а тут у нас начинаются некоторые проблемы. Слава богу, ты протупила сейчас и стала использовать первые спецприемы. Спасибо тебе большое, что ты такая тупая. А мы сейчас их заблокируем тебе. Как ты на это смотришь. А, не получилось. Ну ладно, я попробую еще раз. А, мы ее уже убили. Изи. Ну да, было несложно, в принципе. Но нам просто повезло, опять же, из-за того, что она протупила и стала использовать первые спецприемы вместо второго. Так бы, конечно, могли возникнуть некоторые трудности с прохождением. Так, 2200 получаем. Замечательно. Так, кто у нас следующий противник? Следующий противник ужаса Джейсон Вурхес, ужаса Фредди Крюгер, Кабал МК-11. Усиленные персонажи, как я понимаю, не будут иметь по рентгену в начале матча. И... Бруталити. Могут проводить бруталити. Но, скорее всего, только Кабал. Но других персов вроде бы бруталок нету. И мы всё ближе и ближе. Осталось 5 боёв до боссов. Или даже 4 боя. 96, 97, 98, 98. 4 боя осталось до босса. Окей. До боссов. И там будет, скорее всего, команда ужаса, как я предполагаю. Я даже практически уверен в том, что будет команда ужаса. Ведь кошмарная всё-таки пашня. И хоть мы не видели, по-моему, кожаное лицо Джейсона на протяжении предыдущих боёв, я думаю, они там всё-таки будут. А, у них даже первые спецприёмы всего. Так это... Ой, я забыл. Я забыл про пассивку Джейсона. Это мне скажется. Сейчас я чувствую. Ух, слава богу, сопротивление к глушению сработало здесь нифига. Да ты задрал, ну серьёзно. А можно смениться нафиг на Джейсона? Ну, конечно, конечно. У меня сразу же ещё срабатывает... Не срабатывает бессмертие, либо костяной щит срабатывает именно... Фигня беспонтовая. Блин, надо было не использовать против Джейсона, конечно, эту штуку. О, я могу в него сейчас попасть. Ну да. Повезло. Очень повезло сейчас. Прямо капец, на самом деле, как повезло. Ой-ёй-ёй, ну господи! Что же я такой тупой? Зачем я это сейчас сделал? Сопротивление к глушению. Ну окей. Игра меня пощадила в некотором плане? Ну как пощадила? Сейчас пойдёт, скорее всего. Только бруталку не делай, ради бога, прошу. Фух, слава богу, достал. Так, сюда. Ой, как мало урона-то вливается. Так, мы можем здесь и проиграть, на самом деле, с вами. И грёбаный клон. Окей. Ага! Блин. У нас сейчас проблемы возникают некоторые. Блин, сейчас же пойдёт оглушение. Бруталка проведёт, скорее всего. Блин, я завалил, кажется, эту попытку. Мне просто не повезло два раза джейс... Блин, ещё и оглушение не сработало сейчас. Ну как так-то не добил? Сейчас будет, скорее всего, смерть. У нас, конечно, есть бонус к здоровью неплохой. Можно ещё и как-то попытаться это выиграть. О, да неужели я прошёл? Да, я прошёл. Фух, еле-еле. Но душа в теле. Так, хорошо. Чё-то я сегодня фейлю очень часто, делаю ошибки. Так, забираем монеты. И отправляемся с вами на следующий бой. Джейд Ассасин, Скорпион Ударной Группы и Терминатор Защитник. Ранение и воскрешение. Ранение, чё даёт он нам? Один из спецприёмов недоступен. Понял, принял. Защитник плюс Скорпион спецназа, конечно, очень неприятно. Они будут спасать друг друга. Понимаете, в чём прикол? И плюс ещё воскрешение. То есть они будут ещё и воскрешаться. Это будет далеко не самый простой бой. Но я постараюсь ради вас затащить его. И ради себя тоже в том числе. Надо всё-таки постараться. Тем более на запись играя. Здесь расслабляться и сливаться на обычных боях не очень охота. Хоть я почти с этим справляюсь. Благо нет ограничений, но достаточно всего одного. Это меня радует. Так, тогда мы не юзаем спецприёма против Джейд. Пытаемся её добить обычными ударами. Так, она воскрешается, но это понятное дело. Возможно, сейчас же она сразу сменится. Но она не стала меняться, окей. Так, спасает её Скорпион ударной группы. А мы пытаемся добить его. Если его не спасёт Терминатор... Да, его не спас Терминатор. ...то мы сейчас его, скорее всего, добьём до конца. Потому что мы его зажали около стены. И если сработает пробой блока, он сработал, то Скорпион у нас отправляется на покой. Отменяем. Выходит Терминатор-Защитник. Не используй первый, пожалуйста. А, у него же первый не вешает запрет. Давайте используем второй. Нифига себе урон, да? Вы видели эту тему? Конечно, ты не пробьёшь блок. Ты издеваешься? Давай пробивай уже. Ну, ясно. Спасибо большое. Нифига себе у тебя урона, конечно, братан. На удивление. Всё, пошёл нафиг. Прикольно, что щиты достаточно часто срабатывают против боссов. Мне это прям нравится. Так, поехали дальше. Получаем, короче, вторую карточку алмазного спецприёма. Точнее, карточку второго алмазного... Второго спецприёма для алмазных персонажей. И следующий бой против МК-1 с Рейдена. Кабала МК-1. Господи, как ты задолбал. Растерзание не беспокоит вообще ни капельки. В ярости вот это уже неприятно. То есть ещё повышенное накопление силы, что ли, будет? Да. Ну, вот это будет задницовый бой. Но мы постараемся его пройти. Конечно, отстой, что мы слили попытку тупо из-за бага. Но зато посмотрели баг. Атаки с кровотечением враг впадает в ярость. В ярости это неприятно, конечно. Неприятно, что ещё Кабал там стоит. Но с кровотечением меня не особо пугает вот эта фича. Ну да, конечно. Фиг ты заблокируешь рентген Кабала, говорит мне игра. И если ты не используешь быстрый удар какой-то. Надо было сменяться и не париться вообще. Ну, конечно, конечно. Минус Скорпион сейчас будет, скорее всего. Давай, пожалуйста, бессмертие сработает? Ну да, конечно. Вот когда нужно, чтобы оно сработало, оно не срабатывает. Он меняется на тень? Нет, он не меняется на тень. Ну, хорошо. Есть тогда ещё небольшой шанс. Оглушение работает. Нам не дают смениться, прикиньте. Я пытался сейчас смениться, но мне тупо не дали это сделать. Из-за тупого оглушения Кабала. Да можно мне смениться? Запрет смены. Понятно, понимаю. Никакого воскрешения у Джейт не будет. Использует первый спецприём у нас Ноб Сайбот. А мы используем второй на него. Блин, я промазал. Я промазал, блин, из-за лагов. Да ты задрал уже, господи! Всё, спасибо, большое, блин, Кабал. Мы слили эту попытку с вами, скорее всего. Очень большая вероятность на это, потому что Джейт с шестого слияния одна с ними не справится. Господи, ну почему такой задницовый бой против нас? А ещё Джейт очень редко проводит особые добивающие комбоудары. Ну, конечно, рентген, ну как же без этого? Она же ещё не воскреснет. Зато мы посмотрим на рентген Ноба Сайбота. Ау! Точнее, на Фэтл Блоу. Да пошёл ты нахрен, козёл! У меня совсем не горит. Я совершенно спокойно ненавижу Кабалов! Окей. Так. О, халява зато! Необычная снаряга для башни. Блин, за поражение дают снарягу чаще, чем за победы. Какого чёрта? Так. Это первая, это вторая снаряга, которая нам выпала за обычный бой. Стоит ли её применять? Ну, я думаю, нет. Она нулевого слияния. Как бы она лучше в некотором плане, чем маска. Но маска хотя бы первого, а инструменты, получается, уже второго слияния, да? Так что, в принципе, нулевое слияние, ну такое! Хотя пассивка основная у неё неплохая достаточно. Она то ли криты повышает, то ли что-то ещё. Я уже не помню точно. Если бы только Кабал не попал по мне рентгеном, было бы так замечательно. Есть вероятность, давайте попробуем чисто тогда, получается, забить противника через эти... Ну, я попробую смениться. Если я не могу вернуться от оглушения, я попробую смениться. Когда добью Рейдена. Если я не могу заблокировать долбанное оглушение долбанного Кабала, то я попробую сейчас просто быстренько вот так вот смениться, чтобы он всё равно по мне не попал. Почему особый добивающий удар не срабатывает? Меня вот это напрягает, честно говоря. О, щиты! А как тебе такое, а? Ой, да вообще насрать уже, чувак. Ты уже попался в мою ловушку. Ты уже попался в мою ловушку, это значит тебе конец. Ты уж извини. Ага! Новая фича. Ну, басай, бота. Но, к сожалению, для тебя уже всё кончено. Ты уж извини, братан. Но попытку опять же очередную мы просрали. На обычном бое. Ну, тут жёсткие бои, конечно, идут. С очень жёсткими ограничениями и с Кабалами. Что я ненавижу. Я ненавижу Кабалов. Так, получаем карточку поддержки для Кану. Окей. Так. Следующая битва. Уже два поражения за сегодняшнюю сессию против ботов обычных. Да, и мне надо восстановить энергию, чтобы продолжить. Это последний бой перед боссами. Тёмная магия и вышибала. Очень неприятное ограничение, но мы постараемся справиться. Так, у нас две попытки. Одна на этот бой и следующая на боссов. Либо же две на этих пацанов, потому что я не знаю, как про... Я забыл кое-чё сделать очень важное, идиота кусок. Я забыл поменять Джейд и Скорпа местами. Я же сейчас могу слить эту катку. Вот зараза, а? Люкан же сейчас просто моего Скорпиона разуплотнит. И будет очень трудно. Без Скорпиона. Даже почти невозможно, я бы сказал. Блин, вот посмотреть надо было рекламу прямо перед тем, как надо заменить отряд. Я отвлёкся на рекламу, забыл о том, что должен был заменить персов. И, короче, в итоге попался под ловушку Люкана. Ясно. Блин, спасибо, боже, за этот подарок. Вот это сейчас так было хорошо, на самом деле. Ну, конечно, мышь. Конечно. И у тебя есть мышь, а у меня защита есть. Как тебе такое? Спасибо, кстати, за щиты. Так, давай не выпендривайся. Добиваем, собственно, Китану. О, хороший урон влился. Должны добить её сейчас. Да господи, эти мыши! Пытаемся увернуться от мыши. Вряд ли щит нас спасёт с таким здоровьем. Хотя нет, смотрите, спас. Извини, тут бессмертие. А, да, бессмертие, конечно. Так, придётся использовать сейчас первый спецприём. О, костиный щит. Нормально. Из-за того, что он отразил мой спецприём, он сработал на меня, и поэтому у меня появился костиный щит. Но победили. Повезло мне, очень повезло. Из-за моей же ошибки я только что чуть не проиграл. Но мне очень повезло, что Люкан сработал сопротивление и оглушение. Это прям вообще топово. Фух, как же мне повезло сейчас. Но хорошо. За счёт везения мы победили. И вот она, финальная башня. Блин, такая же иконка, как и в Башне Ужаса. Странно. Ну ладно, окей. Давайте посмотрим, что у нас за боссы. Босс Ужаса Фредди Крюгер. Босс Ужаса Джейсон Вурхеса. Босс Ужаса Кожное Лицо. Ну как я и думал, короче. Итак, Фредди. Посмотрим, что у него за снаряга. Так. Третья вроде или четвёртая сли... Даже не десятое слияние снаряги. Опическое. Хорошо. Вторая эпическая снаряга уже десятого. И две редкие десятого. Дальше. Ужаса Кожное Лицо. Точно такая же снаряга и... Ужаса и... Это... С Джейсоном тоже такая же снаряга. Я перепутал местами, правда, но это неважно. Ну погнали щупать боссов. У нас одна попытка всего на них осталась, но... Пощупать немного мы сможем. В начале. Модификаторы я не посмотрел, но это в принципе мне и не понадобится. Да-да-да. Потому что даже если у них есть воскрешение, я всё равно не сниму и достаточно здоровья даже одному персу, если даже буду его в фокусе чисто за Скорпиона. Потому что щиты... Потому что... Увеличенный запас здоровья, потому что снаряга десятого слияния эпическое. То есть, сами понимаете. Так, только не надо меня в кошмар вводить, пожалуйста. Ну, конечно. Конечно, именно меня в кошмар. Именно Скорпиона. Ещё и срабатывает сопротивление пробой блока. Прям замечательно. Урон прямо царский, конечно. Знаете что? Это крайне надолго будет. Вы просто посмотрите, насколько мало они получают урона. Я вообще сношу ему здоровье? Чё-то не понял. Они ведь ещё воскрешаются. У них наверняка модификатор на воскрешение есть. Это будет долгий бой, пацаны. Это будет очень долгий бой. Мне даже кажется, что они хилятся. Ну, наверное, мне просто кажется. Просто я нашёл очень, очень мало урона. Какого чёрта? Давай уже проноси дэмэдж. Вот когда щитов нету, тогда хотя бы хоть какой-то урон вливается по противнику. Но со щитами, конечно, очень мало. За 15 попыток, наверное, можно всё-таки это одолеть. Если через метку играть. Либо придётся брать бруталити. Что вероятнее всего. Потому что метка очень редко ставится. Из-за сопротивления этой метки, видимо. Либо из-за того, что у неё просто низкий шанс на срабатывание. Да, конечно. Это надолго. Это реально на очень долгое время. Так, хорошо хотя бы урон влил. Небольшой. Да, конечно. Урон царский по ним проходит. В кавычках. Ещё постоянно срабатывание щитов. Это музыка раздражающая. От кошмара, Фредди. Давайте второй спецприём заюзаем. Затем сменимся и юзаем ещё второй спецприём за Саб-Зеро. Долбаные щиты. Да, это будет, пацаны, надолго в следующий раз. Я не знаю, может быть, даже нам 15 попыток не хватит. Но ведь Джейсон нельзя бить спецприёмами. То есть мы не сможем вливать по нему нормальный урон вообще. Возможно, стоит будет вкорчать именно бруталки и через бруталки добивать боссов. Потому что, ну, это вообще не серьёзно. Их будет крайне сложно победить без бруталок. Метки редко срабатывают. Очень редко. И не факт, что метка продержится до убийства противника. Надо, наверное, и 25% здоровья даже последних сносить. Противнику будет очень долго. Ну, ладно. На этом я буду тогда пока заканчивать. Только кое-что сделаем перед концом видео. Я хотел кое-что сделать давным-давно уже. Мы с вами откроем пак ужаса. Пак на... Дж... этого... На... Кожаное лицо ужаса. Давайте откроем один пак. 280 душ. Платим. Ну, и открываем, собственно, пакетч. Смотрим, что у нас выпадет. Открываем пакетч. Ну, давай-давай, открывайся. Так, новый уровень. Новый уровень. И это, к сожалению, повторная карточка. Не алмазная. Это у нас, собственно, карточка Кракена Рептилии. Ну, ясно, понятно, короче. Ладно, больше открывать не буду, собственно. На этом все. Пока что буду заканчивать. Так что огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. И мы еще увидимся. А с вами был Ник. Пока-пока. Продолжение следует.